Смоленская АЭС Смоленская АЭС О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе три энергоблока, суммарная нагрузка 3141 мегаватт. Смоленская АЭС Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 11 дней ноября составила 755 миллионов киловатт-часов электроэнергии, что превышает плановое задание на 274 миллиона киловатт-часов. Всего с начала года выработано более 16 миллиардов киловатт-часов. Директор Смоленской АЭС Павел Лубенский Городов своего присутствия и развития здравоохранения на местном уровне. Появилась такая возможность у концертов. И сразу реализовали и предложили вот там как бы делегировали где полномочия. Я с вашего позволения, те же квартиры, которые у нас есть. Обладателями ключей от квартир стали врач-хирург, заведующий хирургическим отделением Дмитрий Александров и его супруга Анна Викторовна, старший фельдшер отдела скорой помощи, а также семья врача-анестезиолога, заведующего отделением анестезиологии и реанимации Руслана Ходова. Эта история началась примерно полгода назад, когда мы получили сведения о том, что госкорпорация Росэнергатом собирает сведения о потребности учреждения ФМБА в жилье для привлечения сотрудников. Мы эти сведения направили. Достаточно быстро получили подтверждение и из концерна, и из нашего агентства о том, что эти квартиры действительно будут закупаться. В течение лета произошла закупка этих квартир, проведен капитальный ремонт этих квартир, и вот сегодня в лице Павла Алексеевича Лубенского мы получили ключи от этих квартир. Как отметил врач-хирург Дмитрий Александров, за 10 лет работы в МСЧ номер 135 он влился в дружный коллектив. Десногорск стал для него родным городом, из которого никуда не хочется уезжать. А наличие благоустроенного и комфортного жилья – это стабильность в жизни. Это играет значимую роль, особенно для молодых специалистов, потому что когда имеется свой угол, это всегда приятно. Насколько это для нас неожиданно, настолько же это для нас и приятно. За это им огромная благодарность. Я надеюсь, и мы своей работой также покажем и докажем, что такое отношение к нам не зря, и мы ответим взаимностью своим трудом и результативностью. 7 ноября на внеочередной конференции выбран новый лидер первичной профсоюзной организации Смоленской АЭС. Им стал Игорь Хомяков, ранее занимавший должность освобожденного заместителя председателя. Неочередные выборы председателя правкома состоялись в связи с тем, что 22 октября скоропостижно ушел из жизни Юрий Кузнецов, возглавляющий профсоюзную организацию смоленских атомщиков более 20 лет. В конференции приняли участие директор Смоленской станции Павел Лубенский, заместитель председателя Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности Владимир Кузнецов, заместитель председателя первичной профсоюзной организации Центрального аппарата концерна Росэнергоатом, председатель профсоюза Курской АЭС Вячеслав Степанов, руководители структурных подразделений, представители организаций, находящихся на профобслуживании профсоюзного комитета САЭС. В конференции приняли участие 169 делегатов при кворуме 121 человек. Выборы проходили на альтернативной основе из двух кандидатов, заместителей председателя профсоюза Игоря Хомякова и Михаила Тарана. Их кандидатуры были предложены членами профсоюза на выборах собрания в подразделениях атомной станции. По результатам открытого голосования подавляющее большинство делегатов 160 отдали свой голос за Игоря Хомякова. Также ему делегировали полномочия представлять первичную профсоюзную организацию Смоленской АЭС в составе Центрального комитета отраслевого профсоюза. Спасибо вам, кто отдал свои голоса сейчас при голосовании. Обещаю, что приложу все усилия, чтобы оправдать ваше доверие и всю свою деятельность направить на улучшение благосостояния работников Смоленской АЭС. 8 ноября Игорь Хомяков приступил к своим новым обязанностям. В Десногорске прошел 17-й межрегиональный турнир по боксу в памяти заслуженного энергетика Российской Федерации Сергея Крылова. Организаторами мероприятия выступили администрация, профсоюз Смоленской АЭС и спорткомитет Десногорска. За титул чемпиона в пяти возрастных категориях боролись 104 юных спортсмена из 11 городов России и Белоруссии. Среди выступающих были как победители и призеры областных и всероссийских турниров, кандидаты в мастера спорта, так и новички. Турнир, который проводится на наших площадках, он востребован, он интересен. Бокс – это интеллектуальный лиц. Не думай о голову никогда, не победишь на линии. Да, контакт. Да, требует мудрость. Да, требует силы. Тренировка. И вот сегодня есть время, есть место, где можно показать участников соревнований, как они подготовились. Турнир, а турниры – это всегда всегда. Турниры – это экзамен. Турниры – это просто спортсмены. Этот турнир очень душевный. То есть люди, которые, тренеры, спортсмены попали сюда первый раз, им хочется сюда приехать еще раз. Потому что здесь атмосфера очень положительная, дружеская, душевная. Здесь боксировали спортсмены, которые уже призеры Олимпийских игр являются. Здесь, росли на этом турнире. И это само за себя говорит, что тренера везут сюда, потому что они видят большую пользу для своих спортсменов, для их роста. Из 14 бойцов, представляющих клуб «Ринг» Смоленской АЭЦ, многие стали победителями. Особо ярко, можно сказать, выступили наши юниоры. Это Джавадов Рафаэль и Песиков Илья. Оба они провели по два поединка. Они вот показали действительно Десногорскую школу бокса. К чему, как говорится, к чему мы пришли и достигли каких-то высот. Вот сегодня последние два поединка было, можно сказать, классическим завершением нашего турнира. Как отметил неоднократный победитель турнира Рафаэль Джавадов, который в этом году награжден Кубком за лучшую технику, главное в спорте – это не жалеть себя, выкладываться на тренировках и верить в победу. Я пришел 12 лет на бокс. У меня была цель всегда, ну, всех сильнее быть. И когда на бокс записался, вот у меня соревнования шли. Я всегда хотел выигрывать, выигрывать и идти дальше. По мнению судей и тренерского состава команд, турнир по боксу в Десногорске, как всегда, прошел на высоком организационном уровне. Главный судья соревнований, мастер спорта СССР Борис Усольцев поблагодарил руководство и профсоюз Смоленской АЭС, администрацию города Николая Незамаева за то, что они так много делают для развития бокса. От Смоленской АЭС и профсоюзного комитета победители и призеры получили грамоты, медали, кубки, призы. Памятными призами отмечены и лучшие судьи турнира. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями из жизни станции вы можете знакомиться в разделе САЭС на сайте rosenergatom.ru, а также в официальной группе Смоленской АЭС, в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok